Всем привет! С вами Кононов Антон и за кадром Кононова Аня. Сегодня мы будем снимать мужскую одежду. Кстати, клёвую и классную. Спасибо Андрею Бурмачкову. Мужская одежда всегда на высоте. Ну и для начала я бы хотела протестировать кое-что. Так, Антон, давай подходи. Ближе, ближе, ближе. Оба открыть. Вот это вот значит у нас идёт с вами по QR-коду. Вот такая вот прикольная штука. И сейчас вы увидите, что с ним будет происходить. Так, нажимаем на съёмку. И начинает, вот он рисовать, такой вот прикольный фильтр. И это всё с QR-кода на футболке. Да, вот такая вот красотища. Вот так вот, ребята, прикольные футболки, клёвые. Так, ну что ж, Антоха, можешь отходить. Да. Значит, на Антоне сейчас брюки и футболка. Всё из новой коллекции. Значит, футболка называется лёгкий трикотажный джемпер с коротким рукавом для мужчины. Артикул 530-464. Размер XXL. Состав 100% хлопок. Вот чем мне нравится футболке Фоберлик. Никогда не растягивается ни горловина, ничего. И всегда что-то вот интересненькое, всегда что-то вот такое, знаете, клёвенькое. Я прям в восторге. Антон, как тебе такая чёрная футболка? Нормальная футболка. В принципе, ну как обычно, то есть прилегающая. То есть, ну по размеру, в принципе, мне всё хорошо, она не дадит. Сидит. Мне нравится. Ещё и QR-код, да? Вообще прикольно. Итак, дальше, значит, брюки для мужчины. Артикул 530-430. Цвет чёрный. Размер 54. Состав 100% полиэстер. Ну что, Антоха, про брюки скажешь? Тёплые. То есть, если ходить на них, например, зимой до минус 15, в принципе, нормально. То есть, я даже не почувствую. Потому что вот старая коллекция, которая серые, это внешняя, их всё ещё ношу. Они ещё всё у меня не износились. И как бы мне ткань очень понравилась в этом плане. Даже та. Эта ткань плотнее, чем та. Идёт и реально тёплая. То есть, если я в тех зиму проходил, то в этих я точно прохожу зиму, даже мёрзик не буду. Потому что вот я сейчас стою, у меня ногам уже жарко, если честно, дома. Ногам жарко. Тут такая резиночка. Но они прям плотненькие такие. А тут завязочка, да? Да. Мне нравится. А сзади кармашки есть? Нет, сзади кармашков нет. Только по бокам карманы глубокий телефон войдёт. Да, телефон войдёт. Знаете-ка я, он уже по карманам спользую, как жена. Да, кстати, карман. И хорошо, что он застёгивается на молнию. Это просто великолепно. Смотрите, к нам присоединился мой свёкр ещё. И самое удивительное, что на них кофты одинаковых размеров. Обе кофты с артикулом 530-118. Размер 54. Это трикотажный джемпер для мужчины. 50% вискоза, 30% полиэстер и 20% нейлон. Причём кофты реально чёткие, зачётные, прикольные. Антон, что скажешь? Ну, как сказать, приятная по размеру. То есть носить её будет приятно, но минус, она не тёплая. Ну, такая, да? То есть просто надеть там под, к примеру, тёплую куртку хорошо подойдёт. Если, например, нет тёплой куртки, а просто я там, например, на гранусах минус 15, пойти 25, то будет холодно. Папа, как тебе? Хорошо. Ну, и добавлю ещё, что лапсы. По весне, по осени, пока не слишком холодно, можно её одеть. Как самостоятельно? Чтобы и не холодно было, но и не жарко. А как вам она на вид? Мне нравится. Да. Ну, всё, носите с удовольствием. Ну, прям фэмили лук дубль 2. Классно. Кстати, вам, ребят, одинаково классно и идёт. Мне очень нравится. Прямо шикарно. Итак, значит, на мальчиках сейчас трикотажный джемпер для мужчины. Артикул 530-124. Цвет тёмно-синий. Слушайте, а я думала, он серый. Да. Тёмно-тёмно-синий. Чё-то, да, есть синий. Я только сейчас вот читаю, думаю, ничего себе. Вот. Размер 54, состав 100% хлопок. Ну, что, скажете? Мне нравится. В плане того, что он потеплее, чем предыдущий. Рукава идут подлиннее, чем у предыдущего. Если вот так, вы полностью идите, то есть он почти по фаланге пальцев. Если у кого-то такая же ростовочка будет, цвет тоже, в принципе, нравится. Угу. Освежает тебя, Антох. Прям вообще, папа. Хорошо. Хорошо? Хорошо. Да, смотрите, один и тот же размер, но одинаково классно смотрится на обувь. Так, сейчас папа надевает курточку. Утеплённая куртка для мужчины. Артикул 530-382. Размер 54. Так, верх 100% полиэстер. Подкладка 100% полиэстер. Утеплитель 100% полиэстер. Ну, что скажу про эту куртку? Вот её сейчас носить, да, там, до минус 5 максимум. А потом мне уже будет холодно. Капюшона не было. Она идёт без капюшона, то есть нужно носить её с шапкой. Вот почему-то папа голубоглазый, а курточка ему подходит. Антон надевает, ему курточка не идёт и всё. Я не знаю почему. Вот. Хотя оба уже блондины. Ну, папа рыженький слегка, но там уже ничего не осталось от рыжины. Да. Он, конечно, поярче был, когда мы с ним познакомились. Так, пап, ну что, как тебе курточка? Хорошо. Так, то есть даже здесь доматок уже кепловато. Антон, что скажешь про папину курточку? Карманы на замочке? Да, на замочке. Ну, идёт шапшу, соответствующую, нужно подобрать. И, в принципе, вообще даже не плохо. Так, рукава хорошо, всё хорошо. Рукава выполнены в форме резинки. Так, а вот тут что? Это пуговицы-кнопки, да? То есть это вот таким образом кнопки, а там дальше идёт замок, да, получается. Замок пластмассовый, бегунок пластмассовый, железный. Железный. Куртка расстёгиваться с одной стороны или с двух? С одной. С одной, да, стороны. Так, давай, папа, покажи внутренности курточки. Кармана нету, да, получается? Кармана нету. Кармана, конечно. Да. Вот такая вот она, блестящая. Папа, как ты думаешь, не будет тело потеть вот от этой плёнки? Или это не плёнка, Антон? Помогай. Ну, это как болонька. Как болонька? Она, как бы, для того, чтобы сохранить текло. Угу. Прохладная погода. Угу. Ну, то есть, как бы, ну, всё равно на голое тело курточки мы, конечно, не носим, но, вот видите, да, то есть, так-то не плохая штука. В запасе там идут какие-то заклёпочки, то есть, мало ли что. В общем, такая неплохая курточка, я бы сказала, нормальная, но это не зимняя курточка. Это димисезонная курточка. Угу. Здорово. Так, далее на Антоне трикотажный джемпер для мужчин. Артикул 530-088. Размер 54, 60 хлопок, 40 акрил. Ну, не знаю я. Идёт, не идёт тебе этот цвет? Ну, как тебе? И давайте перебил, почему? Потому что вот сейчас вот я хожу в фоберликовском пуховике, да, он вроде бы на градусов максимум минус 5, но мне тепло. Единственный минус в чём, что даже если застёгиваешь верхнюю пуговицу, то всё равно поддувает. Вот эта вот кофта будет актуальна тем, кто хочет закрыть гору. Я её буду носить, и она мне понравилась ещё в этом плане. В принципе, цвет мне тоже нравится. Ну да, она спереди такая, впереди, извините, да, такая прямая, но потом начинаются полосочки, полосочки, полосочки. Ну, прикольно так, прикольно, да, такая вязочка. А как она колется, мягкая? Какая она? Чуть-чуть поколываться, когда движешься, чувствуешь, поколывание чуть-чуть. Ну, ты её надел на футболку, то есть ты покалывание чувствуешь, что ковше и в рукавах. Да. И в шее я даже не чувствую, чувствую только в рукавах. Ага, понятно. Ну вот, посмотрите, да, внимание, вот, уделите тому, что Антон ростом 185 или 6, так и мы не поняли. 185. И вот ему рукава прям впритык, да, то есть мужчины повыше, да, допустим, 186 и плюс-плюс-плюс уже могут, ну, как бы им будет маловато данная кофта. Антона, замок сверху? Да, замок. Замок сверху. Замок пластмассовый, вебинок железный. Угу. То есть можно ещё так расстегнуться ходить, да, мало ли там жарковато, ещё что-то. Ну, в общем, прикольно, да, в магазин зашёл, жарко стало, курточку расстегнул, кофту расстегнул, ходишь нормально. Из магазина начал выходить, всё застегнул, опять тепло, хорошо. Ну, отлично. Полетели далее. Трикотажный джемпер с высоким воротом для мужчины, артикул 530.094, цвет чёрный, размер 54, 50 вискоза, 30 полиэстер, 20 невон. Антоха? Сначала так неприятно, не то, что неприятно, как сказать, не привык к таким тканям. Почему? Потому что она вообще тянется безразмерно, то есть очень эластичная. То есть, когда надел, я думал, вы можете охладить, буду вот так вот делать, и она скатается, как обычно, там, например, водолазка, нет, я ее поставил, хоть она тоненькая, она реально тоненькая. И ворот всё равно стоит. Ещё про штаны, про первое, которое я снимался, скажу, почему я сменил вдруг штаны, потому что мне реально стало в них жарко. То есть, вот эти вот серые, которые я говорил, мне не очень нравятся, сколько им уже, сами знаете, года два, два с половиной, может, три даже, да? Я всё в них хожу, у нас у меня четыре пары, не четыре пары, четыре штуки лежат, и я их периодически меняю, вот они в таком состоянии, как были, так и остались. То есть, они... Да, Антону очень понравились эти штаны, он реально сказал, закажи ещё пока есть. Я на заказывала ему четверо штук, и ни одни не порвались за эти года. Да, и я буду продолжать в них ходить, потому что они мне очень нравятся. Не марки, как и те, но те я вам советую, если вы будете на улицу выходить, то когда уже минус пять, минус десять. Давай их наденете, даже в минус двадцать пять вам холодно не будет, потому что там очень плотная ткань, и в них реально вот дома очень жарко будет. А как ты думаешь, они промокальки? Ну, скорее всего, да, но средняя такая промокаемость, сразу же они... Угу, такая прям плотная очень ткань, и начёс у них, прям, посмотрите, это прям что-то с чем-то, они очень тёплые. Вот, ну что ж, ну, ветром их точно не протуют, те штаны. Те штаны нет. Угу, угу. Ну, свитер будешь носить, понравился? Отлично. Так, давайте с вами дальше смотреть. Значит, у меня в руках айфон. Антоха, давай, подходи, так, открыть приложение инстаграм. Вот такая штука. Что там будет? Чуть ничего не произошло вообще. Угу. Ну, то есть он то срабатывает, да нет, а вон что-то есть. А, вот, начал рисовать опять, опять те же самые усы. Ага, в общем, и вдохновляю, да, вот эта вот футболка, она тоже, как бы, идёт, в общем, одинаково, да, фаберлик биобест. В общем, так вот они и срабатывают, эти фильтры. Срабатывают прикольно. Так, сохранить эффект. Смотрите, значит, это у нас идёт футболочка. Там было по-английски написано, а здесь уже по-русски, да, видите, вдохновляю. Лёгкий трикотажный джемпер с коротким рукавом для мужчины. Артикул 530-458. Цвет чёрный, размер XXL. 100% хлопок. Точно-точь такая же футболка, как предыдущая. Лёгкая, классная, не тонкая, средней плотности ткань. В общем, всё великолепно. Так, сейчас Антон одевает свитер лапша. Я его так прозвала, потому что он очень похож. На самом деле, это трикотажный джемпер с высоким воротом для мужчины. Артикул 530. Цвет серый меланж, размер 54, 50 вискоза, 30 полилестер, 20 нейлон. Антон, посмотри в зеркало. То есть, вот таким образом. Тут его надо обязательно загибать. Да, ну, в общем, он... Можно, конечно, когда нос мёрзнет, закрыть как маской. Ничего ты не закроешь, маловато. Закрою, потому что есть плотный ворот, он закроет рот. Он рот закроет, но нос он не закроет. Он коротковат. Вот. И по краям там швы видно. То есть, он специально под загибку сделан, потому что там швы... На чёрном не было видно. Да, на чёрном не было видно. Ну, что скажу. Тебе идёт этот цвет простенько так. Прикольно. Со штанами сочетается. Вот так вот просто надел, пошёл. Ну, прикольно. Длина рукава, кстати, очень длинная. Да, мужчинам повыше даже тоже подойдёт. Да, Антон? Да. Да, я думаю, до 190 всё будет нормально. Не маловато. Да, можно до 195. Угу. Руки же на 10 сантиметров получиваются. Ну, да, да, да. Ну, прикольный, хороший. Средней плотности, да, Антон? Да. Ну, лёгонький тоже. Так же тянется. Угу. Угу. Сейчас Антон примеряет ещё одну кофту. Это трикотажный джеппер с высоким бородом для мужчины. Артикул 530. Что, серьёзно не налазит? Да налазит, нормально. А-а. Артикул 530, 394, 530, 394. Размер 54, 60 акрил, 35 нейлон и 5% шерсть. Он колючий? Нет. Да? А где ещё шерсть? Может, что-то я пока ещё не почувствовал, потому что до этого были тоже колючие. Что в нём? Длина как раз. То есть, если кто-то повыше на 10 тимя, как можете сразу же не покупать, кто-то 35. И это для тех, кому нравится, получше защитить свой... Горло. Своё горло. Шею. Для того, чтобы, например, не нравится вам шерфы носить. Вот я не ношу никогда ни шерфы, ни шапки. То есть, это тоже оптимально, чтобы закрыть всё хорошо. Угу. Ну, мне нравится этот свитер. Аккуратненький такой, прикольный. Как раз зимой носить под куртку. Великолепно. Далее, такой вот свитер тоже идёт, что-то типа лапши. Такой тёмный-зелёный-болотный цвет. Трикотажный джемпер с высоким воротом. Хаки меланж. Вот как раз цвет. Артикул 530-100. Размер 54. 50 вискоз. 30 пайлестер. 20 милон. То есть, то же самое, что серый, да, предыдущий. И чёрный. Но мне не нравится этот цвет на Антоне. Никогда не нравился. Это прям папе. Мы сейчас прям папе унесём. Папе могут быть длинноваты рукава. Но есть такая штука в компании Фаберлик. Я, наверное, новую вещь, когда вы замачиваете. Слегка погорячее. Да, градусов 60. Он подсаживается и становится как раз. Я уже это просекла. У меня предложение не моему папе, а твоему. Потому что она тянется, и он спокойно её может надевать. Кстати, да, да, да. Давай мы ему оставим. Давай. Этому мы две кофты купили, а мы ему хотя бы одну. Мне кажется, прикольно. Вот. И он, кстати, такой цвет любит. Ой, Антоха, какой ты умничка. Моём папе подумал, как хорошо. Бомба. Огонь. Очень идёт. Обожаю этот цвет. Кофта размер в размер. Великолепно. Да, Антоха, подойди прям. Давай покажем вязку. Суперская просто вязка. Мне просто так не показать, как вот, когда ты далеко. Да, прям идеальная такая классная вязка. Значит, трикотажный джемпер с высоким воротом для мужчины. Артикул 530388. Размер 54, 60 акрил, 35 нейлон, 5% 6. Ой, ты далеко отошёл, да. Вот, знаете, 100% разобрали. Потому что обалденный. Очень красивый. Уютный. Классный такой. И цвет у него такой, знаете, тёмно-голубой, а не тёмно-синий какой-то. В общем, мне очень понравилось. Антоха, носи с удовольствием. Я прям за тебя решила. Всё. Ну, что могу сказать, по размеру. То есть, в нём будет тепло, чуть-чуть покалывает кожу. То есть, так как шейксусует. Ну, да, мне всё тоже нравится. Ну, что ж, ещё один сюрпризик сейчас вам покажем. Вот такой сюрпризик. Это костюм. Для золотых вип-консультантов я взяла и брюки, и толстовку. Вообще дёшево. Я взяла с 70% скидкой. Это круто, ребят. Там она была. Я помню, что Антон её очень любил. Но вот именно эту с капюшоном, он её испортил какой-то штукой. У него было такое белое выявшее пятно. То ли мы его оставили на балконе на солнце, то ли что. В общем, она как-то вот, знаете, в общем, испортилась. То есть, мы там сами виноваты. И я просто листала, думала, что же взять. И вдруг я наткнулась вот на эту вот толстовку с капюшоном мужскую. Она действительно чёткая, классная. Ещё и скидка 70%. То есть, в разделе для золотых випов она там вот была. Её такая, вау, надо брать. Артикул 861083. Размер XM. 90 хлопок, 10 полиэстер. Носится отлично, стирается великолепно. Качество просто супер. И так, брюки мужские. Цвет голубой меланж. Тоже голубой меланж. То есть, это, в принципе, костюм. Там была кофта без капюшона. И вот такая кофта с капюшоном. Так вот, без капюшона не было. Но Антоха тебе, по-моему, с капюшоном больше нравится, да? И надпись вот ещё вот эта BioBest. Она есть у Антона, но на другой кофте её не было. Надпись тоже такая прикольная, выбитая, классная. Но в глаза не кидается. То есть, ну, не клоунская, да? То есть, хорошенькая такая. Они, кстати, она, по-моему, чуть-чуть с начёсом идёт, если я не ошибаюсь. Вообще чуть нет, по-моему, вообще нету. А на кофте? На кофте нет. Ну, такой... Простая ткань. Да, простая ткань. Значит, артикул 861-143. Сейчас, конечно же, в этих штанах по улице холодно. Это понятно. Но я же не могла прям... Не могла же я прям вот не купить, да? Антоха, ты рад, что я урвала такую штуку. Да. Да, размер XL. Брюки мужские, цвет голубой милаш, размер XL. В общем, вот на такой вот ноте с вами прощаемся. Ещё раз повторюсь, быть VIP-ом круто. Золотым VIP-ом быть ещё круче. Жду статус уже я... Какой я статус следующий? Рубиновый. А, рубиновый VIP, потом бриллиантовый VIP. В общем, круто. Мне прям очень нравится. Всё какая-то халява, 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 да? В прошлом видео я, кстати, показала комплекты постельного белья, которые нам с Катей подарили, да? А в этом вот 70% на скидке целый костюм ещё. Класс. Здорово. Ну что ж, мои дорогие, всем пока-пока-пока. С вами была Кононова Аня, проект Выберлик Онлайн. До встречи с вами в новых видео. А, и Антон Кононов, конечно же, был. Да, и Евгений Владимирович был, который уже ушёл. Всё, до свидания.